Добрый день всем-всем-всем! Сегодня мой выпуск предназначен для кошатников. Я с детства люблю кошек, собак, я люблю всех животных. Вот сегодня я вам расскажу о своих. С Кузенькой вы знакомы. Вот так мы поступили с домика. Мама приобрела красивый, у самой нет домика, так хоть кошкам купила домик, но нифига. А Карлсоны все залезли на крышу, домик смяли, так лучше. Ну вот так мы любим спать. Их здесь только трое, есть еще у меня их четыре. И вот черный, рыжий, пестренький, это мальчишки. Еще есть девочка-сосиска. Ну любимый вид спорта погрыз мамин диван. А что уже делать? Все знают. Делать уже нечего. Грызет уже, грызет. Ну, не видать нам новой кожаной мебели. Ну и не надо. Вот. Да, вот такое оно. Запуганное, зашуганное было. Это вот сосисочка. Это наша самая старенькая кошечка. Ей почти, ну, 18 лет. История ее возникновения в нашей семье тоже очень интересная. Она появилась на сороковой день после смерти нашего любимого-любимого всей семьей боксера Чомбы. Чомбика мы привезли еще с России. Он прожил у нас 11 лет. Я так страдала, когда он умер. Думала, он от чего-то умер, от болезни. А мне потом объяснили, что боксеры вообще живут 8-9 лет. Он 11 у тебя прожил. И вот на сороковой день я была в гостях у своей знакомой девочки с Дальнего Востока. И там было три маленьких котенка. Именно вот эту, как им казалось, никакущую, они хотели отправить в кибуц. Это закрытая территория. Ну, вы, наверное, знаете, там есть столовая. То есть кошки не пропадут, дойдут что кушать. Но маленькие котята – это всегда лакомая добыча для шакалов, для лис, для других кошек больших, полудиких. То есть, конечно, животное было обречено, был месяц. Она села ко мне на коленки, когда я была в гостях, и просто растянулась на коленках, просто вытянулась в сосиску. И так она у нас и стала сосиской. И случилось это, я по календарю потом увидела, на сороковой день после смерти Чомбика. Вот представляете, насколько вот у каждой живности, у каждой твари Божьей своя судьба. Этого мы во время войны подобрали, после войны сироту. И это десантник вообще новорожденным был. Подобрали. Кошка родила и бросила, просто забыла. Вот так вот. То есть, ну, у каждого своя судьба. Вот нужно было. А кнопочка, вот черепашка, у нас живет уже больше 25 лет. Ее подарили Илюяшке, когда он был совсем маленький. Ну, вот это на любимых клиентах любят лежать. Это вот спят, спят прямо. Ну, рыбак, ну, рыбак любит. Все шкафы наши. Вот зимний вечер у камина семейство собралось. Да. Классика. Бегемот. Просто классика. Мама тумбу для полотенцев приготовила. Да. А вот так оно начиналось. Вот такое. Мама выкормила бы из трюка. Чужая мама, кормящая кошечкой. И в 3-4 недели пришлось его уже забрать. Вот они с кнопой. Вот оно такое вот. Модель. Модель. Мы с ним демонстрируем модели. Ну, вот в каждой галерее должен быть код. Вы понимаете? Поэтому и у нас есть код в галерее. Вот такой. В общем, не жизнь, а малина. Ни ипотек тебе, ни кредитов. Вот живи и радуйся, чтобы нам с вами так везло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин